Всем привет, в этом видео я покажу как просканировать систему на вирусы с помощью автономной версии защитника Windows, а еще как создать загрузочную USB флешку или диск с этой программой. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В операционной системе Windows 10 есть встроенная функция «Автономный защитник Windows», которая поможет проверить ваш компьютер на вирусы и удалить передоносные программы, удалить которые в запущенной системе не есть возможным или затрудненным. Чтобы запустить эту утилиту, откройте «Параметры», «Обновление безопасность», «Безопасность Windows». Далее выберите «Защита от вирусов и угроз», а затем в этом разделе нажмите «Запустить новое расширенное сканирование». Установите отметку напротив «Проверка автономного защитника Windows» и нажмите «Выполнить сканирование сейчас», а затем «Проверка» и «Да» для подтверждения. Перед этим процессом завершите работу во всех приложениях, так как в результате система будет перезагружена и вы сможете потерять все несохраненные данные. Система перезагрузится и сразу же начнется ее проверка на наличие вирусов, а также их автоматическое удаление. Этот процесс займет некоторое время, постарайтесь не выключать компьютер и дождитесь его окончания. По завершению система снова перезагрузится и будет загружена в обычном режиме, а все обнаруженные этой утилитой вирусы будут автоматически очищены. Для того чтобы посмотреть результаты автономной проверки защитника Windows, достаточно просто открыть журнал «Угроз». Для этого нажмите кнопку «Пуск», здесь откройте «Параметры», «Обновление и безопасность», «Безопасность Windows», «Защита от вирусов и угроз». Затем на экране «Защита от вирусов и угроз» откройте журнал «Угроз». В этом журнале вы увидите сколько файлов в результате было просканировано и сколько угроз удалось обнаружить. А если вы хотите использовать эту утилиту на версиях операционной системы Windows 8 или 7, вы можете создать загрузочную USB флешку или диск с этой программой и с ее помощью проверить свою систему. Для этого перейдите по одной из ссылок в зависимости от версии вашей операционной системы 32 или 64 бит, ссылки будут в описании под видео. В том случае, если вы не знаете разрядность вашей операционной системы, как узнать это смотрите в отдельном видео, ссылку на него вы найдете в описании. Перейдя по соответствующей ссылке сразу начнется скачивание. После завершения закачки подключите накопитель к компьютеру и запустите скачанный файл. Для установки вам потребуется подключение к интернету и пустой диск или флешка с объемом не меньше 250 мегабайт. На этом этапе нажмите Next, затем выберите устройство, на которое будет записана портативная версия этой программы. Это может быть диск, флешка или же сохраните образ в виде ISO файла, а затем нажмите Next. После вы увидите предупреждение о том, что устройство будет отформатировано и что это приведет к потере всех имеющихся на нем данных. Если у вас там есть важные данные, не забудьте их сохранить в другом месте. Для подтверждения нажмите еще раз Next, после чего начнется процесс создания загрузочного диска или USB флешки. Это может занять некоторое время, в зависимости от скорости подключения к интернету. Вот и все, процесс завершен. Загрузочная флешка с автономной версией защитника Windows создана. Теперь вы можете использовать ее на другом компьютере с операционной системой Windows 8 и 7. Вам нужно будет лишь вставить USB флешку или диск компьютер, который необходимо проверить и перезапустить его. Программа запустится автоматически, а если этого не произошло, подробнее о том, как запустить компьютер с USB флешки или диска, можете посмотреть в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Нажмите «Начать полную проверку» или выберите другой тип сканирования в меню. Программа выполнить сканирование и на основе результатов отобразить следующие шаги. Автономный защитник Windows рекомендуется скачивать и создавать диск или USB устройство на компьютере, который не заражен вредоносными программами, поскольку они могут препятствовать созданию носителя. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры создавал DimaTorzok